и яйца пока я короче заглянула в ноутбук они уже начали подгорать слава богу еще сильно не подгорели просто не люблю горелые яйца вот так вот черней осталось селедочка немножко приветик купила воды выпила этот йогурт который у меня стоял его все равно добить надо бихида эти бактерии чем пропадать захотелось груш купила груш и яблок короче груши 15 гривен это где-то сейчас скажу сколько 15 гривен это где-то около 0 50 центов в долларах и яблоки 10 гривен это может 35 центов килограмм вкусное должно быть хочу яблочко помою нету такие кавказские горы по краям посуды но я ее мыла на не грязно просто шоу и вот это все разгребьте как-то аккуратно поставлю как холодно на улице привет всем стиханула пошла на улицу то есть сегодня не ходила как раз дождик пошел взяла кофе ну вернее капучино телефон в одной руке которой держу еще и этот зонтик короче болела голова а потом я переписывалась там с одним человеком хотела ему пожаловаться шо такая несчастная бедняжечка а потом такое зло взяла думаю не буду жаловаться кому оно надо мои эти жалобы и не жаловалась и меня прошла она я не знаю чего мне появилось такое желание пойти притом захотелось очень красной рыбы хоть ты умри хочется красной рыбы хочется да такую магазине она дорогая надо купить и засолить не знаю правда может куплю соленая но скорее всего куплю чтобы засолить сырой потому что она и дешевле на мой взгляд будет лучше она без всяких этих консервантовый херни но так хочется красной рыбы что вчера хотела купила селедки но все равно селедка не забила желание так что если что-то хочется и есть возможность то надо вот так ладно допью кофе это неудобно реально холодно такая вот осень ветрено вести летают я надела шапку потому что не сильно то жарко ну классно все равно на улице сейчас бы знаю что делать пойти ну так чтобы не вечером конечно вам лозунги вам лозунги армия буранить нашу землю мова буранить наше сердце Петро Порошенко Вера буранить нашу душу не уверена что это он придумал скорее всего копирайтер звучит лицемерно поэтому не воспринимается они наверное не чувствуют что народ их не чувствует надо у меня заказывать я бы им придумала реальные лозунги звучит конечно красиво но ну все сейчас машина будет правильно ездить потому что я их снимаю ну проезжайте уже все равно классно на улице потому что по-моему зеленый свет по-моему зеленый свет потому что классно я уже присиделась дома это когда-то бывшая гостиница Градицкий я уже ее сто раз показываю была самая крутая гостиница а сейчас уже даже ничего там нет троллейбусы новенькие такие ездят там даже интернет есть Европа что сделаешь тут хорошо видно деревья я уже могу практически смело ходить и снимать разговаривать даже даже не боюсь людей смешно смешно да уже с тебя хожу на своей волне а что есть же люди которые сами с собой разговаривают даже ругаются и ничего фу как хорошо вообще хорошо когда ничего не болит это самое лучшее состояние не подала я еще на данный момент анкету пока еще жду там одна девушка написала что да ты шо да Америка это тяжело трудно одной а денег сколько надо все трудно легко только сидеть дома и гнить морально я как то не боюсь я боюсь в нашей стране остаться к старости потому что если остаться беспомощным в нашей стране все пиндец он мама моя и вроде не беспомощно а пенсии хватает на десять дней все а если б меня ну не было возможности помочь где ее взять нигде отдала коммуналке и сиди спи спокойно или купила еды на неделю а остальные три недели палит соси ну мама не пропала у нее есть огород короче таки это дела так какие волосы цветонки фиолетовые прикольно так вот рыба очень конечно дорого 130 грамм 99 гривен до 5 долларов сейчас пока положу вот такой кусочек масля на 80 гривен вот это 127 и 129 тоже по 100 грамм конечно а там где продают ее кусками или что то я не знаю наверно там придется это вообще 240 гривен 10 баксов ну больше 240 грамм просто конечно дорого 117 гривен такой маленький кусочек не то нет не то все уже купила торбу жратвы пошла за красной рыбкой купила на 400 гривен сдурить и тут идут короче на ум стихи подписчик мой давай держись но только ты не матерись а может тихо улыбнись и будет вся прекраснее жизнь короче тут дома приду покажу что она купила сейчас буду идти может что еще придумается до меня просили ну предложили вернее не придумать стихи про моих подписчиков я вот это придумаю я поэт зовусь незнайка от меня вам балалайка я поэт зовусь от светик от меня вам всем приветик таки я все пошла во блоге покажу я жизнь что может быть честнее скажи забыла реально забыла с головы вылетел вот же жопа только что помнилась забыла вторую третью третью четвертую строчку ладно итак раскопки 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 сходила марина за рыбой купила на 100 вещей и есть теперь марина вкусненько вкусненьких овощей на ходу купила сахар без гм.о. понятно без гм.о. нашла такой сахар мне понравилось что он в плотном пакете думаю ну да там на 5 гривен дороже чем обычный там на 10 гривен нет не на 10 гривен на 6 на 7 купила марина ананаса ананаса она себе взяла и будет есть теперь ананасы тари-ра-ра-ра-ра-ра-ла-ла купила она еще соли а соль едирована морская она пищевая и сламинария купила она базилик просто базилик купила она капусты пекинская то что есть на 9 гривень она и 4666 купила марина перца что больше она брала но больше конечно круче тари-ра-ба-ба-ба-ла-ла и стоят они скажу потом купила марина оли и то что оливковая не ездила она в грецию купила она магазине испырская кай эти это масло испырского кай а ну я думала что она не пищевое но пищевое оно лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай пищевое оно купила марина баунти так ей хотелось ананасов ананасов ей сильно хотелось но ананасов не видела лишь только баунти с ананасом внутри тра-та-та купила марина лайм лайм купила она и будет добавлять она салат его тата короче купила марина рыбу та что красной зовется всегда рыбу она купил дорогую париром парара папа теперь она ее засолит и будет если же завтра завтра с утра хоть надо ее держать дольше но дольше нет силы держать папара твою мать короче слышать она коса киллых сыр что за киллых сыр а кольцами ананас она на пресс сэнк простой на киллых сыр понятно сокращенно 38 59 специи 60 блин а улья 85 гривен масло от это оливковая пырского к 85 лосось 120 за 340 грамм это нормально потому что там я видела по 100 грамм еще дороже соленым именно дороже спать и 62 гривны перца эти суммеш перцев 6 похоже на польская шоколад батончик 7 гривен они 11 гривен лайм 7 гривен базилика 11 не ход базилику а сколько базилик нихера себе ну ладно не видя там просто ценушек так соль 20 базилик короче быстренько дочитываю базилик двадцатка чтобы он был же сахар панский 20 капуста короче 9 сахара 16 базилик 23 соль 21 ну все остальное короче 398 400 гривен и по на мать только очищала память телефона ну там не память а клиент мастер короче пою песню не отключался телефон ведь ты не нужен нужен очень мне нужно снять последний кадр не отключался будь ты человеком вот такой ширины настроение отлично потому что у меня рыба приличная а крокодилы бегемоты обезьяны кошелоты и зеленый попугай и если долго 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 если долго по дорожке если долго по тропинке ехать и бежать то наверно то наверно то возможно можно можно в африку попасть а в африке реки вот такой высины вышины а в африке горы вот такой ширины все что-то меня прет это от рыбы от радости что мне есть рыба видите как мало надо для счастья кусок стейк лосося все засолила лосося две ложки сахара и две ложки соли соль я купила у то морскую какую-то попробую ее еще и никогда не пробовала будет офигенная рыба она такая свеженькая парень не пожалел мне отрезал от хорошего большого куска такой стейк 120 гривен 300 грамм это где-то 6 долларов 5 6 вот так вот конечно дорого представляете в америке такие цены и у нас почему я хочу туда я не боюсь трудности трудности меня боятся шутка все так вот такое масло оливковое очень классная удобная 85 гривен 200 миллиграмм больше мне не надо потому что я могу его не съесть и потом жалко и удобно что нас пырскалкой просто короче берешь и пырскаешь салат во первых это экономно ты не перельешь то у меня подсветка так она так отсвечивает видите какая у него аура белая прикольно придумала ну классно обычно оливковое масло просто с пырскалкой классненько никогда такого у нас не видела итальянская ой наела супа с перцем это еще перец который купила ух и пекучий видите там смесь целая он без чеснока польский был чесноком но пекучий хорошо так выпекает но это полезно я люблю очень перцы они как бы мне согревают там все ну перцем вообще классно она против паразитарная там и вообще не знаю мне просто нравится острый вкус люблю такое это еще уже ела эти ананасы их сто лет уже не покупала классненькие вкусные такие колечками не ставлю холодильник потому что придется наверно потому что сегодня уже не буду есть а до завтра они могут испортиться а так я не ставлю чтобы не это не холодные были поставлю наверное это спрячу короче такие то дела эти какой холодильник единственное украшение мишка с перми хочу снова первым поехать к родственникам только на следующий год все бардак свой не сильно показываю ночью же на дворе фонарь светит все буду отдыхать завтра постараюсь встать 8 часов потому что это мне не нравится вставание в 11 12 во сколько не ляжу а встану в 11 12 это уже короче сайт по лотереи висит просто висит просто даже туда зайти нельзя думаю ну ладно особенно начинает висеть вечером наверное с америки нелегальные люди начинают подавать заявки ну я так думаю все пока доброе утро страна короче столько снова снилось как всегда один из снов очень неприятный на них не могу не рассказать короче один сон снился что я в реку купаюсь в речке там где я жила в детстве там была речка небольшая вот мне снится что мы купаемся с какими-то девками не знаю и вроде купаемся галека а потом думаю как же мне выйти с воды а я выхожу а я уже футболки это один момент и народу так много там ну когда-то там и было много народу а потом озерце заросло и стала таким болотцем она была прям под моим домом почти там две минуты такое снилось потом снилось что я какой-то больница не больница палата такая я короче пошла в туалет но это очень неприятный сон так шок кому неприятные слова не нравятся то можете не слушать но думаю всем же уже интересно ну короче я пошла в туалет и выкакала такую гирьку железную вроде я тоже стужись блин и не могу такая хопа вы это чувствует там что-то такое массивное я короче беру рукой вытягиваю там и гирька и я думаю я в шоу а пришел два мужика типа и четкость прозрачное стекло я так и думаю блин да шо ж такое идите отсюда во я что-то мой ее под краном и думаю господи когда я ее помогла проглотить такую большую тяжелую гирю вот это такое сонная же вы решение вообще не не то что не шокирующий неприятный и думаю вот это меня и живот болел от нее нужно она ну окислялась там как-то в кишечнике короче вот это проснулась я и думаю ё-моё думаю не могу не рассказать хоть и мерзкая но будем все рассказывать это я сейчас 8 утра я себя загадала вчера проснуться 8 утра и не ребят ну я легла почти в 12 конечно сейчас спать хочет ладно как-то вставать пораньше горло тоже сцеплено но она потом проходит когда я там ем зубы чищу включила обогреватель потому что прохладно уже давно включила еще можем 6 утра 5 утра потому что воздух холодный заходала себе знаете как загадывайте будильник ставите но это если вам не четко на работу надо потому что может не сработать будете переживать и дисработы просто вечером ложитесь и говорите я завтра встану 8 утра вот так вот 8 утра я встану все встанете 8 утра но если на работу вы можете думать а блин мысль закрывается вдруг не встану вдруг просплю его проспить как только такие подлые мысли закрадываться вы обязательно это сделать на улице вроде даже солнечно солнечно не знаю что такое похожее на солнце хочу приблизить до деревья желтые светятся так что вот это так есть ты мне и что-то еще снилось но уже не помню какая-то движуха а потом я выхожу типа с туалета а там такая очередь образовалась я иду короче с этой гирей в руке и думаю ё-моё вот это я очередь создала зашла вроде в палату или комнату а там девки по кроватям сидят такие и что-то хохочет что-то я смешу как всегда ну короче типа польша типа не польша знаете такое палат ну комната такая вот так вот не все сны полезные приятные думаю муж мне живот болел чтоб я так снилось и так больно было думаю вроде ничего не болит короче и у меня сейчас что-то этих нету этих самых которые должны быть уже задержка несколько дней если с кем-то были какие-то отношения уже переживала так переживаю чего же она не идет перемена климата наверно публик климата шоу милю шоу попало переменам погоды шоу попало милю климата перевел было жарко и резко стало холодно и сразу заболела просто резко сегодня было допустим 30 градусов а завтра 12 и это у меня такое не знаю ну что ты сделаешь не идут значит не идут значит не надо пока природа сама знает что делать я так думаю ну просто немножко напрягает потому что я записываю все эти графики после выкидыша у меня этот календарь телефоне я записываю четко у меня четко три недели три дня три недели три дня но бывает чуть раньше прошлый раз короче было это раньше на три дня сразу же наверно три дня прошло задержка позже уже и нету еще и даже и намека нету ничего не жужу ну ладно я когда-то ездила в эту турцию так тоже были перебои с этим делом с этими днями когда я была больше у меня вообще десять дней херячила я в шоке было даже больше я думала я стекаю кровью двури она десять дней мне фигачила никакой боли идет себе идет идет из-за того что я тут постоянно в напряжении и ноги болят уже сама наверное за то что вес теряла мне кажется да потому что по 8 часов ходить ты просто истощенный иммунитет падает а вы говорите чё ты не едешь чё ты не едешь потому что я не конь германский я кобыла шучу потому что это очень тяжелый удар по здоровью а мне что не 25 лет 25 лет все кони в золоте вы как конь скачете вам пофиг но есть люди и всю жизнь такие которые там мощные либо не обращать внимание но она что все равно это же нормально ну и хочу такого все наговорила вам кучу откровений сейчас начнется не нравится я напишу где нибудь в описании сразу напишу есть очень личные подробности слабонервным не смотреть вот так вот но я хочу рассказать что я не могу кому мне рассказать стенкам таким пофиг до солнечно на улице мороз и солнце это будет сcare и но и дремлядится день чудесный путь еще ты дремлешь друг прелестный пора красавица проснись окрой сомкнуты негая взор и на встречу нынешней авроры звездой с севера и вис учили в школе когда-то на севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет качаясь и снегом сыпучим одета как ивы она бла-бла-бла-бла-бла-бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла не помню я больше стиха мені тринадцяти минала я пас ягнята за селом чи то так сонечко сіяла чи то чого мені було мені так любо-любо стало не наче в бога уже покликали депаю а я собі у бур'яні молюся богу і не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилась чого так весело було побожня небо і село шута гляну я на ягнята не мої ягнята оглянувся я на хату не мав мене хату не дав мені бог нічого і хлинули сльози тяжкі сльози а дівчина при дорозі плескінь вибирала і почула що я плачу прийшла обідняла повтирала мої сльози та й поцілувала не наче сонце засіяло не наче все на світі стало моє сади лади гаї і ми жартуючи погнали чужі ягнята до води тарас григорович шевченко от так от все ж угодно вам ладно короче надо вставать зато я так проснулась хорошо так бы еще завернулась в одеяльце из палаток я проснулась из-за триндежа вот так вот